Приветствую вас, сразу скажу, что я не собираюсь вас осуждать, не собираюсь заниматься морализовством и прочего прочего, вот, я не хочу вас еще больше принижать, да? То есть, вам и так сейчас тяжело, вам и так сейчас трудно, вот, поэтому мы с вами не будем заниматься здесь поучениями, а постараемся помочь найти выход в этой ситуации, и в конце я задам небольшой вопрос на перспективу. Итак, для начала нужно перестать считать, думать, что эта женщина злая. Она не злая. Она не злая. Она, к сожалению, находится в своем праве. Она находится в своем праве вам звонить, она находится в своем праве вас оскорблять, она находится в своем праве вас, ну я не знаю, унижать может быть, если она это делает. Она находится в своем праве, к сожалению. Как это не неприятно звучит, но она находится в своем праве, она не злая. Это просто женщина, по мнению которой вы, ну, разрушили семью. Ну, или пытаетесь разрушить ее семью, вот. Это первый момент. Она не злая. Второе. 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 Второе нужно понять, что... Женщина, вот, которая вам звонит, она совершает классическую ошибку супругов, да, которым изменили. То есть, грубо говоря, она винит во всем вас. То есть, это вы виноваты в том, что ее муж, значит, изменил ей. Это вы виноваты в том, что ее муж стал спать с рукой. Это вы виноваты. Хотя, на самом деле, это, конечно, не так. На самом деле, вы не виноваты. Мужчина несет пятьдесят процентов ответственности в данной ситуации. Мужчина несет пятьдесят процентов ответственности в данном случае. Может быть. Может быть. Даже больше. И для женщины куда важнее понять, почему ее мужчина это сделал, а не почему это сделали вы. Но заметьте, она не хочет об этом думать. Она не хочет это замечать. Она не хочет заострять на этом внимание. И я полагаю, что это ее основная проблема. Она не хочет видеть, что дело не в вас. А дело в ней и в ее мусе. Понимаете? Ну вот. Для чего я все это вам говорю? Чтобы вы, с одной стороны, увидели, как обстоят дела. И, увидев, как обстоят дела, получили возможность по-другому смотреть на то, что происходит. Не принимать близко к сердцу. Не принижать. Но и не подпускать слишком близко. К этой женщине. Не подпускать к себе. Эту женщину. Понимаете? Она вам звонит. Вы можете не брать руку. Вы можете не отвечать ей. А можете отвечать. Понимаете? Но отвечая, говорите о том, чего вы хотели в этой ситуации. Отвечая, говорите, как обстоят дела. Ставьте женщину в тупик. Ставьте ее в тупик. Ее буря пройдет, когда улягутся эмоции. А проблемы, которые привели к тому, что ее муж ей изменил, они останутся. И если вы с ней общаетесь, то говорите лучше ей об этом. Говорите вежливо, спокойно, без агрессии, без негатива какого-то. Но говорите. Говорите ей. Если вы не рассматриваете вариант полностью прекратить с ней общение. Если речь идет о чувстве вины вашим перед ней, перед, не знаю, мужем этой женщины и вашим, соответственно, любовником, то вашей вины на самом деле здесь нет. Ну, или она, эта вина куда меньше, чем вам пытаются показать, пытаются преподнести, пытаются инкриминировать. Что происходит? Вы встречаетесь с мужчиной, вам нужен просто секс, вам нужно просто времяпровождение, вы не планируете семью и не хотите, чтобы мужчина ради вас от кого-то там уходил. Вы видите, что мужчина не против секса, вы соглашаетесь на секс. Ваше это право, ваше это право. Вы это свободная женщина. И вы хотите секс. Находите внимание. От того мужчины, который вам нравится. Логично? Логично. Мужчина мог с вами не вступать в отношения. Мог. Но он вступил. Вступил. Понимаете? И все. Поэтому, вся эта история с разлучниками и разлучницами, это все миф. Не бывает разлучников и разлучниц. Бывают только проблемы в отношениях. И, как вы сами, я надеюсь, видите, именно поэтому ваш любовник и изменил своей жене. Потому что эта жена не видит проблемы. Эта женщина не хочет работать над собой, но хочет что-то получать. У нее виноват и всех, кроме нее самой. Пожалейте такого человека. Прочувствуйте, насколько он несчастен. И общайтесь с ней. Именно так. По поводу небольшого вопроса на будущее. Я бы хотел сказать так. Ну, знали ли вы о том, что мужчина женат или нет? Неизвестно. Но, в любом случае, даже если вы не знали, если вы не знали, то, наверное, нужно определиться, для чего вы хотите отношений в целом. Зачем они вам? Зачем они вам? Отношения. В целом. То есть, ну, что вы хотите об отношении в целом для себя получить? Вот это важный момент. Потому что если вы хотите отношений ради, например, секса, ради свободного времяпровождения, да, это одно. Но, если вы хотите отношений серьезных ради отношений, это другое. Но нужно, чтобы вы определились с этими моментами. для себя. И в будущем используйте эти цели, наработки для того, чтобы не повторять таких ошибок. Ну, а если это произошло не в первый раз, то я рекомендую обратиться к психологу для выяснения более подробных причин этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!